Продолжение следует... 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 Каждый год стараешься открывать для себя какие-то новые места для отдыха в крае. Да, обязательно. И вот как раз в этом году это был Дальнегорск. В прошлом году было несколько мест, которые я с удивлением открыл. И вот самым ярким впечатлением прошлого года у меня был мыс Четырехскал. Это просто какая-то фантастика. Я даже вот опять же, у меня есть видео на канале, где переданы мои эмоции. Это Ольгинский район, недалеко от села Тимофеевка, Тимофеевка, залива Владимира. И это действительно, это какое-то фантастическое место. В чем фантастика? Это очень красивый мыс, состоящий из четырех таких скал, как гребень дракона. Он уходит в море, и ты, получается, поднимаешься сначала очень долго в гору, час, потом выскакиваешь на такое плато, и вот у тебя эта картина просто неожиданно открывается, и прям дух захватывает. Очень красивое место, очень живописное, вокруг зеленые такие холмы. Ну, вообще, вот этот район, я в прошлом году побывал в Кавалеровском Ольгинском районе, поездил как раз по побережью, и сейчас я могу сказать, что в моем топ побережья Приморского края, это все-таки номер один. То есть мы выделяем именно это как номер один? Я думаю, да, что для меня сейчас Северное Приморье, вот Кавалеровское побережье Ольгинского района, это самое красивое. Отдыхаешь на базах или все-таки палатка, или все-таки кемпинг? Больше все-таки в палатках, но не потому, что там в целях экономии. У меня очень краткосрочные выезды, как правило, я езжу там максимум на 2-3 дня, я не могу позволить себе отдых там неделями. Если бы я ехал куда-то на неделю в отпуск, я бы, наверное, останавливался в комфортабельных базах. А у меня это все достаточно динамично, просто текает быстро, плюс я стараюсь не стоять в одном месте, я меняю локации. То есть я одну ночь переночевал в одном месте, потом в другое, я исследую все-таки места, и поэтому для меня палатка более предпочтительна. Вот твои исследовательские начинания, они основаны на чем? Где получаешь информацию и как маршрут достроится? Как ни странно, но часто черпаю информацию из своего же журнала. Когда мы готовим журнал, мы набрасываем темы, и так получается, что мы пишем про места, в которых я до всего не бывал. Естественно, я стараюсь все-таки брать информацию не из интернета, а еду сам посмотреть эти места, чтобы у нас информация была достоверная, чтобы я действительно знал, о чем я пишу. Поэтому сначала, естественно, как бы я там начинаю играть информацию, опрашивать друзей, плюс сейчас все-таки информация более доступна, и там соцсети. Были разочарования? Ну вот нашел что-то, вроде красиво, вроде фотографий, добрался, доехал, а там мамочки мои. Ну, честно говоря, нет. У меня такого нет. Все-таки красота в глазах смотрящего, и, как правило, я все-таки вижу больше хорошее, чем у меня. У меня, к сожалению, было, поэтому и спрашиваю. Это было преображение, вот, когда мне сказали, да ничего страшного, ветер стихнет к вечеру, когда стоит машина на пляже, и сигналка срабатывает, потому что ветром качает. Я не сказал, что нет. Не моя эта история. Красиво, не вопрос. Хотя нет, я могу сказать, что да, у меня было разочарование, и это часто разочарование в любом месте. Это, конечно же, мусор, который оставляет по себе отдыхающий. Это печаль. И вот я в мае был на мысе с Основым, тоже очень красивое место на побережье. Там шикарнейший пляж в бухте Льва. Это просто потрясающий совершенно пляж, и как раз удручает то, что с прошлого года там осталась просто свалка. Совершенно дикая свалка. Там, не знаю, тонны бутылок. И, к сожалению, это на всех пляжах такую картину. Да не только на пляжах. Даже если возьми лес, возьми водопады. Я не знаю, почему люди так относятся, при том, что они действительно забираются в какие-то такие отдаленные места. У меня такая ощущение. Значит, ценители природы. Как будто цель как раз-таки добраться куда-то и там нагадить. Для этого непонятно, конечно. Кстати, вот давай по стоимости уже пробежимся. у нас подготовлена статистика. Стоимость отдыха на базах Приморья полторы-пять тысяч рублей на одного человека. Андреевка от трех тысяч рублей. У нас безверху от две с половиной тысячи и в гору. Комфорт более-менее, где есть душ, туалет, начинаются от семи тысяч рублей в сутки человек. Ливадия от трешки, Тайозерья от семи тысяч. От, я напомню это все, Волчинец подешевле, там от тысячи семьсот можно что-то найти. Ну, понятно, Волчинец, он вообще застроен непонятно где. Такое ощущение, как будто в китайский город попадаешь. Летний такой весь, кишащий людьми. Ну, есть варианты, кстати, даже размещения по 500 рублей с человека на базе. Я боюсь представить, что это. я, честно говоря, у нас с палаткой сейчас дороже стоит остановиться. спальное место, стоя, как лошадь в конюшне, да, просто. По-моему, это так должно выглядеть. Сейчас для отдыха у моря можно найти разные варианты. для отдыха с палаткой куда бы посоветовал отправиться? Ну, вот не хочет человек все-таки вот эти деньжища отдавать, там, по 7 тысяч рублей за сутки, а когда идешь на неделю, ну, ладно, ты один поехал, да, но все равно 7,7, как бы 49, полтинник выкинуть за то, чтобы, ладно, так, палатка, где? Ну, смотря, чего вы хотите. С одной стороны, если нужно теплое море и просто какая-то красота, то, наверное, все-таки такое, там, береже Хасанского района. Я бы, конечно, предпочел с палаткой уехать туда, где меньше людей и в какие-то дикие места, чтобы там вокруг не орала музыка, не стояли машины на берегу. Ну, и если брать из такого вот популярных мест отдыха, то у меня все-таки предпочтительное место это Триозеря. Там нет такого столпотворения, то есть ты не будешь там спотыкаться о палатке, там, выходя из своей, плюс более-менее налажена как-то инфраструктура, там, чистые туалеты нормальные, есть какие-то там магазинчики, киоски и так далее. К сожалению, на многих пляжах я не понимаю, за что люди платят деньги. Грязные туалеты один там в радиусе, не знаю, километра нечищенный пляж и так далее. В Триозерье в этом плане как бы все хорошо. Но в Триозерье одно радует вода, за несколько лет потеплело. Ну, она тоже, то может быть сегодня теплая, завтра уже холодная. Там все-таки течение влияет на температуру воды. Но вот мне кажется все-таки вот это побережье находки, Триозерье, окунемое, спокойное, это, наверное, все-таки оптимальный вариант. Как раз туда сейчас добраться проще простого. Вот в этом году Хасанский район я бы, честно говоря, Вот с Павлом недавно дискутировали по поводу того, как вот ограничить количество людей. Может быть, действительно не надо дороги делать к местам отдыха? Мне кажется, надо наоборот делать дороги и создавать условия для качественного и комфортного отдыха. Наоборот, нужно заниматься в первую очередь дорогами. У нас, к сожалению, ко всем местам отдыха дорог, по сути, нет. Я впервые в позапрошлом году побывал на Золотых Песках в бухте Бойсмана. Я побывал там, поставил себе галочку, там крестик, какой-то другой значок и сказал, спасибо, я туда больше не поеду. Мне автомобиль жалко. Ну, действительно жалко. А выезжал после небольшого дождя и путь от пляжа до трассы занял ни много, ни мало, час двадцать. Ну, потому что там нельзя по-другому. Или колеса оставить, либо бампера. А люди, которые приезжают в Владивосток потом с бампером на крыше, мы понимаем, что они ездили в отдаленное место на отдых. Как раз таки вот так, чтобы... На самом деле, повторюсь, что в Хасанском районе все популярные места отдыха, доступа к ним нормального нет. Что взять, Витязь, я в прошлом году там машину свою почти оставил. Плюс сама трасса до Хасана сейчас представляет собой просто ужасное зрелище. Я уже ездил в этом году как раз до Хасана, прокатился, дороги там нет. Это ужас просто. К третьему сезону у Хасанских районов не готов. Куда лучше отправиться на отдых с детьми? Есть ли какая-то локация? Понятно, что это озерка хорошо, но для детей я там не вижу какого-то развлечения. Детям летом нужно только море. Поэтому хороший пляж, чистый песчаный пляж с теплой водой, я думаю, детям этого вполне достаточно. Но опять же, каждый выбирает для себя, кого-то вполне устроит палаточный отдых на берегу моря, и чтобы дети плескались в воде, этого достаточно. Кому-то нужна комфортабельная какая-то база и так далее. Ну вот, я так вот на вскидку сразу вспоминаю, мы с сыном несколько лет подряд ездили в поселок «Авангард». Там есть шикарное место, называется «Бухта Прибойная». Очень уютная база, спокойная, шикарный пляж. И мы там как раз приезжали на 2-3 дня отдохнуть, покупаться. Почему отказались от визита туда в этом году? Хочется новых мест. Хочется новые места открывать, смотреть. И опять же, говорю, что я, к сожалению, у меня нет возможности надолго куда-то уезжать, и хочется вот эти небольшие отпуска тратить на открытие каких-то новых мест и на походы. Для наших слушателей и читателей в дальнейшем я замечу, что у Евгения Коновалова количество стран, которые он посетил, наверное, на пальцах рук и ног не поместится. Сколько стран? Ну, вот я уже много раз говорил, что мне этот вопрос часто задают, и я никогда не считал страны. В этом году я наконец-то их посчитал. Честно, забыл, получилось что-то около 36, по-моему. 36 стран. Но Евгений все-таки уделяет особое внимание Приморскому краю. Почему? Ну, это мой родной край, я его очень люблю, и я люблю Владивосток безумно, и хочу еще рассказать, что когда мы начали делать журнал, я понял, что я совершенно не знаю свой Приморский край и свой родной Владивосток. И я каждый раз, когда мы делаем номер, я открываю новые места какие-то, даже во Владивостоке. я обожаю гулять по городу, просто вот бродить, забредать какие-то подворотни и открывать для себя новые места. Так же и в Приморье, хотя я в свое время очень много ездил по Приморскому краю, я географ по образованию, у меня были практики полевые экспедиции, я забирался в какие-то там самые дальние уголки Приморья, но оказалось, что я его совершенно не знаю. Поэтому, а у нас край фантастически красивый. А встречал ли ты в своих путешествиях по нашему краю в изучении мест для отдыха базы либо места, где разрешено находиться с домашними животными? Да, на большинстве баз можно. Главное, чтобы животное было под присмотром и, не знаю, не делало какие-то такие гадости на пляже и так далее. В целом, как бы, спокойно относятся. Может быть, там, не знаю, какие-то большие собаки. Я, честно говоря, на это не обращал внимания, но я думаю, что по договоренности наверное возможно. Все-таки у нас у многих отдыхающих есть домашние питомцы. Взять хабаровчан, которые уезжают там на три недели поэтому я думаю, что это небольшая проблема. И вот хабаровчане с енотом. Да, хотя я все время просто никогда не забуду, когда я видел, по-моему, в Ливаде такой город палаточный из хабаровчан, и они даже привезли с собой диван и фикус. У них стоял диван и фикус рядом. Ну, комфорт, комфорт. Комфорт, да. Еще телезера только не хватало, а так все было. Хотя у них, в принципе, и телезер, по-моему, был, потому что работал генератор постоянно. Я думаю, там полноценно. Ну, красавцы в экспедицию отправились. Ну, приехали, как бы сменили там только амур на море. Стены, квартиры на... Да, стены стали более... Все-таки, как считаешь, Владивосток и Примурии по сервису и комфорту отдыха отстают все-таки от курортов черноморских? Я думаю, да. Пока еще отстают. Как тебе надо признать, у нас развивается инфраструктура. Это, конечно, частные инициативы. И, несмотря на отсутствие дорог, тем не менее, появляется в таких каких-то совершенно отдаленных уголках, куда не добраться-то сложно. Появляются очень хорошие места размещения, базы отдыха, глэмпинги. Очень много у нас глэмпингов в последние годы появились. И в прошлом году, в частности, открылся два новых глэмпинга. Развивается инфраструктура, но тут, конечно, выбор у нас гораздо меньше. И от этого и цена. Потому что спрос намного выше предложения. И зачастую ценник на проживание в этих местах отдыха. Зачастую у жителя Владивостока, Приморского края, летом спроси, сколько раз был на море, и тебе по статистике ответят один-два. Хотя жители центральной части России нам завидуют белой. Зависть уже, вы же на море живете, вы же после работы можете поехать искупаться. Ну, я думаю, что это типично для всех приморских городов. В Сочи то же самое. Люди живут возле моря и не купаются. Мне часто задают вопрос, когда приезжают наши коллеги на В в том числе, а есть ли у вас отели в первой линии? Надо ли строить нам отели в первой линии? Вот твое мнение. Я думаю, да, но не в черте города. Это все-таки должны быть какие-то... Почему, допустим, не строить на русском? Можно вполне строить такие отели. Да, это очень красиво, это очень элементарно. У нас очень много пустующих земель, таких как пустырей. Почему там не построить отель? Опять же, там построили гостиницу, я не знаю, сейчас она гостиница или бизнес-центр на мысе Бурном, но очень хорошо смотрится. Поэтому я считаю... У нас единственное, что у нас, конечно, не Сочи, который весь вытянут вдоль моря, у нас немного другой рельеф. У нас другой климат еще. Много чего другого, и у нас, может быть, это будет не так смотреться. тем не менее, да, опять же, там, игровая зона также строится. Поэтому, да, я считаю, что это очень красиво. И если бы у нас появился какой-то такой променад вдоль моря, там, первая линия отелей, дальше пляж, прогулочная зона со спортивными какими-то, как я не знаю, там, много таких примеров, да, Капакабана, там, Бульвар Сансет какой-нибудь и так далее. То есть, почему нет? Я только за. Ну, у нас сейчас Андреевка превратится в Капакабану, там будет. Я об этом мечтаю уже много-много лет. Андреевка, это, в моем понимании, это просто филиал ада на земле. Ну, действительно, потому что туда невозможно приезжать. И насколько это красивое место. Я еще помню Андреевку, другой совершенно. Я там впервые оказался в 99-м году студентом, и это был маленький, красивый поселочек на берегу моря, куда приезжали как раз дикие туристы, стояли с палатками, и не было всего этого кошмара, вот этого пыли бегающих по дорогам туристов. Сейчас, да, я видел информацию, что собирается навести порядок в Андреевке. Это нужно было сделать, не знаю, 10 лет назад, потому что невозможно. Такой красивый поселок и ужасно. А какой в Андреевке был клуб, в котором вечером проводили дискотеки? Почему был? Нет, тогда проводили дискотеки. Андреевка, действительно, это уникальное место, и из него можно было бы сделать такую жемчужину. В плане вот как раз географического расположения и красоты, это просто какая-то конфетка. Ее нужно просто красиво там упаковать, не знаю, и продавать. Когда к тебе обращаются за советом, а куда в Приморье лучше отправиться на отдых, что частью всего рекомендуешь? Ну, опять же, все зависит от запросов и чего хочет человек. Море, комфорта, какой-то действительно там, не знаю, лакшери отдыха и много другого. Если все-таки посмотреть Приморье во всей красе, я бы, наверное, рекомендовал даже жителям других регионов, которые приезжают в Владивосток, брать машину в аренду и ехать по Приморскому краю, прокатиться, посмотреть разные места, потому что Приморье, оно разнообразно. И Хасанский район это одно побережье, это своя красота. Побережье Находки, там другое очарование совершенно, там есть шикарные маршруты пешеходные, где можно ходить. Север Приморье это третье. Поэтому смотря, чего вы хотите. Если хотите уединения, тишины, какого-то созерцания, любования природой, то, наверное, ехать лучше на север Приморского края. Хотя даже в августе месяц даже там от палаток просто рябит в глазах. Очень много. Можем уехать куда-нибудь на север Приморского края, в Сихотельинский район. Вот еще одно открытие для меня, это Сихотельинский заповедник. Там просто развивается инфраструктура с семейными шагами и очень потрясающее место для отдыха. Всем рекомендую побывать в Сихотельинском заповеднике, пройтись по экологическим тропам. Это очень... Кстати, вот опять же говоря об инфраструктуре, у нас очень много появилось экологических троп, оборудованных, комфортабельных, с деревянными настилами во многих заповедниках на острове Попова и так далее. И это очень классные маршруты, очень интересные, познавательные. И это не праздный отдых там с пивом на берегу, а это действительно ты гуляешь, наслаждаешься видами. Поэтому я рекомендую все-таки людям активный отдых. Сколько дней закладывать на путешествия по Приморскому краю необходимо туристам, которые собираются перейти в нашу регион? Минимум неделю. Я думаю, минимум неделю. И это... На мой взгляд, неделя это галопа по Европе. Это да, это очень мало. Вот, кстати, опять же, говоря об открытиях этого года, я этим летом еще успел, реализовал такую свою давнюю мечту. Я побывал в экспедиции, в морской экспедиции по Приморскому краю на яхте. Мы прошлись вдоль, по заливу Петра Великого, прошлись вдоль Хасанского побережья, в остров Путятин, остров Аскольд. И с нами были гости западных регионов страны, и они были, конечно, в восторге. С моря, Приморье, это тоже особая красота. Когда ты видишь все эти островки маленькие, вот эти побережья, у вас можешь становиться, плавать в чистом море. Вот, я думаю, что еще можно рассмотреть такой вариант. Не обязательно на машине, а вот на яхте. Совсем недавно звучали мнения о том, что Приморский край, ну, где-то за год может там 5 миллионов туристов, да, встретить. Звучало мнение, что и Владивосток может там 5 лямов туристов осилить на раз-два. Разные мнения звучат. Вывезем. Я сейчас в общем, как нас обобщаемся. У нас все-таки еще не готов Владивосток к такому массовому наплыву, хотя появляется где-то гостиница, качество, конечно, и сервис оставляет жать лучшего. Но вообще, да, растет поток туристов, ну, понятно, что это и там в свое время пандемии очень сильно сыграло, плюс интерес к Приморскому краю, к Владивостоку, вы заметите, сколько у нас блогеров приезжает, какие-то программы, вот сейчас опять «Моя планета» канал приезжает, снимает, плюс, конечно, громадную работу проводит туристко-информационный центр популяризации Приморья, и поток растет, у нас, если раньше там все корейские туристы, да, там занимали все гостиницы, сейчас, вот как раз июль-август отели разобраны все, и там, при том, что там в том же лоте, там номер стоит минимум 15 тысяч рублей, раскупается все, люди едут с западных регионов страны, открывают Владивосток, Приморский край сейчас в тренде. У нас две минуты эфирного пространства, что посоветуешь взять обязательно с собой туристам, которые отправляются во Владивосток, в край нашим? Я думал, из Владивостока, могу составить список, что взять из Владивостока, во Владивосток, в первую очередь, хорошее настроение, позитивное, потому что без этого никуда, да, и если мы приедем, там, не знаю, настроенный негатив, то уже, а так, что брать, ну, летом, понятно, у нас с нашей непредсказуемой погодой, когда с утра может быть дождь, потом солнце, потом туман, это, конечно, какие-то там, не знаю, дождевики, ну, я думаю, все-таки, самое главное, брать с собой денег побольше. Я ждал этого ответа все-таки про деньги. У нас отдых, к сожалению, да, дорогой. Средний чек на эту неделю, какой бы ты определил на человека, который отправляется по нашему краю? Я думаю, на человека, но, опять же, смотря где размещаться, даже с палаткой сейчас день отдыха где-нибудь там в Ливаде стоит около тысячи рублей, там, берут 300 рублей за палатку, 300 рублей за машину, 300 рублей за какую-нибудь там кухню, вот, и я думаю, что, ну, плюс там питание какое-то там где-то в кафе и так далее, я думаю, что в районе двух-трех тысяч на человека. Это минимум, да, да, а дальше уже ценник, конечно, до бесконечности, кто как себе может позволить. Твоя следующая локация уже определена, где на выходных? Все зависит от погоды, но, думаю, все-таки поеду, наверное, куда-нибудь к морю и очень хочу поехать на мыс Сосновый. Встретит рассвет с видом на кекуры штаны, вот эти кекуры бакланьи. Очень такое красивое место и оно у меня прям вот, не знаю, давно уже манит. Надеюсь, что получится. Главное, чтобы погода не подвела. Евгений Коновалов, автор программы «Открываем Пайморье», редактор журнала «Чудеса Пайморье», блогер, путешественник, член русского географического общества был с нами в студии. Жень, спасибо большое за этот диалог. Спасибо. Ну и хороших путешествий. Спасибо. Что приморцу хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...